Добрый вечер! В прямом эфире Мира Белогоря программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на сайт мирбелогоря.ру и в наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Оставляйте там свои вопросы и предложения. Ну и, конечно же, звоните в эфир. Телефон студии 584410. А сегодня гость студии, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области Николай Калашников. Здравствуйте, Николай Михайлович. Здравствуйте. По традиции, для начала наш сюжет. Кто платит за нашу бесплатную медицину? Какие права и обязанности дает полис обязательного медстрахования? Как определить, какие услуги входят в систему ОМС, а какие нет? Можно ли рассчитывать на медпомощь по полису за пределами своего региона? А куда вы обратитесь, если недовольны медицинской помощью? Об этом мы спросили посетителей сайта мирбелогорья.ру. Почти половина из них уверены, что жаловаться куда-либо в такой ситуации бесполезно. 24% ответили, что пойдут к главврачу медучреждения. Напишут жалобу в черном списке в интернете 17% респондентов. И только 10% выбрали официальное заявление в страховую компанию, выдавшую полис. Спросите о том, что волнует вас, в прямом эфире. Тема программы сегодня – обязательное медицинское страхование. Права и обязанности застрахованных. Николай Михайлович, ну такие, на мой взгляд, неутешительные результаты. Больше, почти половина наших зрителей не верит в то, что у них есть действительно какие-то права, и можно их отстаивать, да? Как Вы оцениваете эти результаты? Я могу в данном случае прокомментировать следующим образом. То, что люди обратились к главному, к администрации больницы, но это ближе всего и зачастую эффективнее всего, быстрее решается тот вопрос, с которым человек обратился в лечебное учреждение. То, что он обратился в страховую компанию, которая сегодня по законодательству должна консультировать пациента, это оказывается действие в получении медицинской помощи. Печально то, что половина никуда не обратились. Дело в том, что ведь они пришли в лечебное учреждение решить какой-то вопрос, проблему. И если эта проблема несущественная, может быть, это ничего. А если она существенная и вовремя она была не решена, то в медицине мы в последующем можем получить более... Проблемы с этого. Заболевание может перейти в более тяжелую стадию, естественно, лечить будет труднее. И в данном случае вот эта цифра, именно что не обратились, вот, конечно, это... Удручающее. Нет, она не удручающее. Это то, как оно есть, просто над этим нужно работать. Ну и прежде всего, конечно, хотелось бы обратиться к людям, чтобы все равно нужно общаться, обращаться. Прежде всего, в любом лечебном учреждении есть администратор, заведующий поликлиникой, заместитель главного врача, главный врач. Нужно подойти и проконсультироваться, посоветоваться. Всегда есть возможность в сложных случаях собрать группу врачей, консилиум, проконсультироваться или направить пациента в случае необходимости в более крупную больницу. Сегодня у нас существует трехуровневая система оказания медицинской помощи населению. Это первый уровень обычной поликлиники, обычной фельдшера бригады скорой помощи, то есть врачи первого контакта, которые работают в обычном режиме, наблюдают население, проводят осмотры, контролируют население, оказывают первичную помощь. А при необходимости пациенты поступают в более крупные лечебные учреждения, обладающие большими возможностями, естественно. И если необходимо, они поступают в областные центры лечебных учреждений третьего уровня. Ну и естественно... Спасибо большое. Сегодня как раз-таки поговорим об обращениях, о том, есть ли смысл или нет. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Начнем с вопроса с сайта мирбелогория.ру. Слышала, что некоторые частные медицинские центры также могут оказывать услуги в рамках обязательного медстрахования. Есть ли у нас в Белгороде такие центры? Вообще возможно такое или нет? Конечно. Ну, частные, согласно 326-му закону федеральному обязательному медицинскому страхованию, с 1 января 2011 года, который вступил в действие в системе обязательного медицинского страхования, могут работать и частные лечебные учреждения. А частными сегодня являются, допустим, если раньше клиника РЖД нашей больницы, железнодорожная была государственная, сейчас она частная. Есть у нас лечебные учреждения, которые как частные сформировались, и которые выразили желание, и мы им благодарны за это, участвовать в системе ОМС. То есть у нас они есть, да? Есть их 20, на сегодняшний день 23 учреждения. Они все имеются на сайте страховой компании, на сайте территориального фонда, на сайте департамента. И можно с этим познакомиться и обращаться. Услуги. Если, ну, железнодорожная больница, это многопрофильная больница. Если, допустим, ближайшие здесь центры поколения, здесь, прежде всего, офтальмология, диагностика. С информацией зрители могут ознакомиться на сайте. Спасибо большое, Николай Михайлович. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас есть первый звонок. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Значит, я по такому вопросу. Меня зовут Наталья, я живу, я в городе Белгороде. Скажите, пожалуйста, с ноября месяца в стационаре второй горбольницы нет ни систем, нет физрастворов, нет никаких вообще ни лекарств, ничего нет. И, в принципе, даже, можно сказать, и по настоящее время. То есть, получается, приходишь с полисом, со страховым, но покупать нужно все самим. Как вообще, ну, осуществляется ли какой-то контроль, ну, с вашей стороны? Как вот в таких ситуациях быть? Спасибо. Спасибо большое. Ситуации о том, что какие-то препараты, входящие в необходимый перечень для лечения, отсутствуют, они возможны в жизни, естественно, в силу разных причин. Но в данном случае, если необходимость в лечении данного препарата существуется, и пациент приобретал ее за свои средства, предусмотрено обращение его в страховую компанию, и, естественно, эти средства лечебное учреждение возместит. Что для этого необходимо предъявить пациенту? Вопрос ведь стоит о том, что даже если что-то там в лечебном учреждении смогло закупить, в силу разных причин, или там ни поставка не произошла, пациент же не может не получить этот препарат. И, естественно, он может приобрести его за свои деньги и обратиться за возмещением в страховую компанию, которая поможет в этом... Вот что нужно при обращении? Обратиться в страховую компанию. Какие-то чеки нужно с собой? Да, нужно сохранить чеки, и будет проведена проверка документации медицинской, и если это подтвердится, это возврат этих средств предусмотрен. Никаких там письменных заявлений от лечащего врача, ничего такого не нужно просить именно непосредственно в стационаре? Только чеки? Лечащий врач оформляет медицинскую документацию и вносит туда те процедуры и препараты, которые пациент принимал. Если он приобретал за свой счет, естественно, он получит возмещение. Спасибо большое. Лечебное учреждение возместит ему эти средства. Спасибо большое. У нас, кстати, на нашем автоответчике, на который вы также можете звонить в течение всей недели и оставлять свои вопросы, есть похожий вопрос, давайте послушаем, ну, может быть, что-то добавим или не добавим. Здравствуйте. Это звонок из Волоконовки. У меня такой вопрос. Я являюсь инвалидом первой группы. У меня несколько диагнозов. Мне очень часто приходится находиться в больнице, на амбулаторном лечении. И постоянно, постоянно мне приходится покупать лекарства. В общем, практически все для лечения своего здоровья. Правильно ли это? Ну, Николай Михайлович, аналогичная ситуация. Давайте еще раз подытожим. Я немножко тут уточню, потому что вопрос требует уточнения. Дело в том, что оплата препаратов, которые входят в перечень, утвержденные территориальной программой федеральной и, соответственно, областной, она четко определена, какие препараты. Здесь мы должны разобраться. Эти препараты, они за счет средств обязательного медицинского страхования оплачиваются только при лечении в стационарных условиях. При амбулаторном лечении не предусмотрено. При амбулаторном лечении только консультации, обследование пациента по тем позициям, которые включены в программу. Поэтому необходимо. Обеспечение в данном случае человек является инвалидом первой группы и имеющий определенные заболевания, но мы не знаем, какие. Есть социальные заболевания, которые по льготному списку обеспечиваются этим перечнем препаратов, но он тоже, конечно, соответствующий ограничен. И по наличию группы инвалидности человек может написать заявление о том, чтобы его включили в программу дополнительного лекарственного обеспечения. И он получал те препараты, которые в эту программу включены для своего лечения. Человек может отказаться от включения программы и получать это в виде денег. Некоторые люди делают, но, в принципе, там деньги не очень большие. Если человек действительно болеет и необходимость, все-таки я бы советовал пользоваться этой программой, потому что препараты достаточно дорогие и не всегда... Ну, то есть это выгодно. Это выгодно. А куда обращаться за тем, чтобы выяснить, есть льготы или нет, и если есть, воспользоваться ими? Ну, если в стационаре, мы сказали, что страховая компания... Нет, вот в данном случае, если в амбулаторном лечении, чтобы выяснить человеку, имеет ли он вот эти льготы, как инвалид, и чтобы ему ими воспользоваться? Ну, в данном случае человеку нужно прийти в поликлинику, к своему участковому врачу или к заведующему поликлинику и уточнить вообще со своими диагнозами. Там врач знает всю ситуацию подробно по этому пациенту и по каждой ситуации обговорить вопрос возможности участия в одной из этих программ. И, естественно, конечно, надо участвовать, если человек достаточно серьезно болен, я так понимаю, конечно, надо участвовать и получать поддерживающее лечение. В противном случае наступит обострение заболевания, и мы вынуждены будем, человек будет попадать в больницу и проводить более затратное и более дорогое лечение. Конечно, это не вы одна, ни человеку, ни лечебному учреждению. Конечно, нужно максимально использовать. Спасибо большое, Николай Михайлович. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас есть очередной звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я скоро выхожу замуж и буду менять фамилию. Полис новый я получила недавно. Скажите, после регистрации брака, мне опять его нужно будет менять? Спасибо. Вам нужно будет обратиться в страховую компанию в связи с изменением фамилии. И все процедуры проведет страховая компания. То есть обратиться необходимо, да, при смене фамилии обязательно? Конечно. Потому что у женщины смена фамилии влечет за собой смена основного документа, гражданского паспорта. А полис обязательного медицинского страхования должен соответствовать паспорту гражданина, потому что при обращении в медицинскую организацию в полисе нет фотографий, а идентифицировать человека можно по фотографии, по паспорту. Поэтому и надо. А если разные фамилии, тогда нужно или нужно носить справку. В принципе, можно носить справку о том, что свидетель, копию свидетельства о рождении. Ну, в принципе, лучше. Ну, проще поменять. Спасибо большое, Николай Михайлович. Вопрос очередной сайта мирбелогория.ру. Я прописан в другом регионе, но живу и работаю уже два года в Белгороде. Решил поменять старый полис на полис нового образца. Старый полис выдан в моем родном городе. Могу ли я получить новый в Белгороде? Ситуация обычная, и никакой проблемы в этой ситуации нет. У нас сегодня есть место регистрации человека, а проживать он может у нас где в другом месте и достаточно длительное время. Естественно, человек может, если он не получал полис нового образца, обратиться в страховую компанию на территории Белгородской области. У нас их сегодня две и получить полис нового образца Белгородской области. В случае переезда на новое место жительства человек там, где он зарегистрирован, или он поедет в другую область проживать, он раз в год может сменить страховую компанию, которая работает в соответствующем регионе. Поэтому... То есть здесь он может получить новый полис? Да, не может, конечно. Он обратиться нужно в страховую компанию и в установленном порядке, независимо от места регистрации, он получает полис. Страховая компания у нас это МАКСМ, да? У нас две страховые компании в этом году. У нас МАКСМ работает уже длительно, и все, она на слуху, все ее знают. И в этом году у нас вышла Инкомед страховая компания, они застраховали уже 100 человек, и они тоже работают, начинают работать на этом страховом поле. То есть, я так понимаю, человек может определиться, да? Теперь уже между двух сам выбрать, да? Куда он обратится, в какую страховую компанию? Это право человека. Никто не может ему в этом смысле указывать и приказывать. Спасибо большое, Николай Михайлович. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас есть очередной звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как поменять полис бабушки? Она старенькая, ей тяжело куда-то ехать. Можем мы, родственники, без ее личного присутствия, приехать, подать, забрать, получить? Спасибо. Спасибо. Вам необходимо обратиться с данным вопросом в страховую компанию. У нас в Белгороде пункта выдачи, у нас в каждом микрорайоне практически существуют, в том числе и передвижные, и решить эту проблему конкретно, потому что я не знаю деталей, подробностей. Поэтому... То есть в страховую компанию обратиться с этим вопросом? В страховую компанию. Ну, они, есть передвижные моменты, или там оформляется письменная простая доверенность. Ну, вариант конкретно, человек обсудит, как решить этот вопрос. Обратиться, или человек пишет заявление. Но полис выписывается только по желанию самого человека. За него никто не может выразить его волю в данном случае. Ну, а как технически организовать, это решается. И еще раз, Николай Михайлович, у нас теперь две, да, страховые компании. Еще раз название. Страховая компания МАКСЭМ, у нас тут филиал, это федеральная страховая компания, и Инкомет. Инкомет, спасибо. Спасибо большое, Николай Михайлович. Я напоминаю нашим зрителям, что телефон студии 584410, а также напоминаю о том, что по этому же номеру вы можете звонить в течение всей недели, оставлять вопросы на нашем автоответчике. Сейчас я попрошу вывести один из таких вопросов нам в эфир. Добрый день. У меня возник такой вопрос. Я пенсионерка, мне 58 лет. Получилось так, что нужно замену газобедренного состава. Операция стоит 200 тысяч, чтобы ее провести и сделать эту замену. Могу ли я выполнить это за счет фонда медицинского страхования? И также могу ли я сделать дополнительное МРТ по тазобедренному составу? Спасибо. Чтобы сделать обследование магнитно-резонансную томографию, вам необходимо обратиться в поликлинику к своему участковому врачу, или в данном случае, наверное, травматолог проконсультирует. И при необходимости такого обследования поликлиника направит вас на обследование или в ближайшие центры, где это проводится. То есть, в принципе, вот эти две услуги. Это услуга включена в МРТ. Замена тазобедренного сустава, она в течение второй год уже включена в виды высокотехнологичной медицинской помощи. И не только это, а их 437 видов. Они включены в финансирование через систему обязательного медицинского страхования, в том числе протезирование тазобедренного сустава. Необходимо тоже обратиться к травматологу в вашей поликлинике и получить направление в соответствующие центры, которые этим занимаются, выбрать этот центр. И там проконсультировать. Ну, то есть, начать нужно с своего врача. Конечно. Понятно, почему, если действительно необходима эта процедура. Нет, ну там существует очередность, конечно, люди ждут, но это все возможно, конечно. И это оплачивается. Просто это сейчас ведь расширяется перечень тех заболеваний, которые возможность оплачивать через систему ОМС. И хотел бы обратить внимание не только в данном случае тазобедренный сустав. Это и кардиологические, и неонатологические. И я сказал, что высокотехнологичные медицинские операции, это достаточно дорогие операции, которые стоят сотни тысяч рублей. И пациенту, конечно, они зачастую просто непосильны. Естественно, необходимо обратиться в свою поликлинику, к своим врачам. Ну, в данном случае, получить направление в консультативную поликлинику, в областную. Это ребенок, это взрослый человек. И, естественно, встать в эту очередность, выложить свое согласие на эту операцию. Естественно, это плановая операция, дождаться ее и провести. Спасибо большое, Николай Михайлович. Телефон студии 584410. Звоните, еще есть немного времени, мы ответим на ваши вопросы. У нас есть очередной звонок. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Да, мы слушаем ваш вопрос. Я онкобольная. Мне срочно надо ложиться на операцию. Перед операцией надо пройти ряд обследований талонов. Если брать талоны, это надо долго стоять в очереди. Поэтому приходится все УЗИ проходить за свой счет. Скажите, пожалуйста, как-то можно оплатить эти расходы? Или это все равно обследование надо проходить платно? Спасибо большое. Ну, видимо, можно ли компенсировать эти расходы, если нужны, нужно срочно, а там очередь? Ну, я бы немножко расширил вопрос, который поставлен, и ту проблему, которая сегодня озвучена. Спасибо за вопрос. Дело в том, что у нас есть принципиально два вида оказания медицинской помощи. Это срочная, неотложная медицинская помощь, когда отсрочка грозит осложнениями сложными. И есть плановые виды операции. Независимо, это онкологическая, травматологическая, кардиологическая. И в данном случае я понимаю, что человек, я не могу, насколько срочность здесь существует. Ну, то есть тут нужно определиться своим лечащим врачом, плановая операция или срочная? Да, и есть необходимость срочная. Конечно, все это делается без очереди. И в любое время дня и ночи, и обследование, и все делается. Если это плановое обследование, ну... Это можно попросить, перенести просто, да? Нет, но существуют сроки ожидания. При наличии у нас в программе, территориальной программе записано, при отсутствии, допустим, специалистов, укомплектованности. У нас тоже такая проблема существует в некоторых лечебных учреждениях. Или заболел кто-то, какой-то специалист. Естественно, пациентам не уменьшается. Возможно, сроки ожидания увеличиваются. Поэтому необходимо решить со своим лечащим врачом, с заведующим поликлиникой, в которой вы прикреплены с врачом-онкологом. И, естественно, получить содействие в этой связи. Николай Михайлович, три минуты у нас буквально осталось. Но очень интересный вопрос также у нас с сайта мирбелогория.ру. Буквально пару предложений. Моя тетя живет в другом регионе России. У нее онкология, ей нужна операция. Врачам в своем городе она не доверяет, так как уже были прецеденты. Может ли она, имея полис ОМС, приехать в Белгород и сделать операцию здесь бесплатно? Или за это нужно платить, так как она не из нашей области? Я отвечу на этот вопрос, но вы сказали три минуты. Я хотел бы сказать о чем. Что у нас есть сайт страховой компании, у нас есть сайт территориального фонда, есть сайт департамента здравоохранения. В каждом лечебном учреждении есть сайт. И всегда можно выйти на этот сайт, ознакомиться с режимом работы и условиями работы, ознакомиться с документами, которыми руководствуется данное лечебное учреждение или нормативные акты. И, естественно, задать вопрос и получить консультацию. То есть сначала выяснить, в какое именно лечебное учреждение хотят обратиться? Теперь по данному вопросу. Но дело в том, что я уже сказал, что высокотехнологичная помощь частично погружена в систему ОМС. 437 видов медицинской помощи. В данном случае вопрос задан так, что мы не можем ответить конкретном случае, входит он в программу ОМС или не входит. Но вот если входит. Если он входит в программу ОМС, значит нужно консультировать. Может наш онкодиспансер предоставить эту помощь? То есть нужно выписку документов и связаться со специалистами онкодиспансера. И уточнить, могут ли они выполнить. Есть возможности каждого лечебного учреждения в данном случае. Тем более человек, скорее всего, болен. И возможно, что трудности передвижения существуют. Нужно проконсультироваться, обратиться с возможностью операции. А в принципе, полис, он действует на всей территории Российской Федерации. И есть два вида. Это федеральная программа обязательного медицинского страхования, которая едина на всей территории Российской Федерации. И в каждом субъекте есть территориальная программа, которая может дополнять какими-то подпрограммами. Поэтому, конечно, если человек живет в каком-то субъекте, ему максимально нужно, конечно, приписаться, чтобы вот эти получить подпрограммы. В данном случае это возможно лечение. И будет оплата произведена, если включена. Но нужно конкретно обратиться в лечебное учреждение и выяснить. Не просто человек должен приехать, а ему скажут, что мы не можем это сделать. Наверное, нужно уточнить эти вещи. Спасибо большое, Николай Михайлович. К сожалению, наше время эфира подошло к концу. У нас очень много к вам вопросов поступило. Все мы не успели осветить. Но я обещаю нашим телезрителям, что мы их все записали и передадим Николаю Михайловичу. Спасибо вам большое еще раз. А наших зрителей я благодарю за то, что были с нами. И напоминаю, знающие люди, каждую пятницу в 20.00. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова